Третьи они по голубой точке. Разбежались, ветерок растискал их. Слава Богу, самолет летит. Мобильно? Ну, зачем ему? Что-то самолетов не видали. Ой, солнышко. Такое чуть-чуть греющее. Слава Богу. А то у нас вчера такой был холод, как будто где-то зима наступила. Рядышком. Уже листва начало желтнуть потихоньку. Преображается уже в цвета. Желтенький нападает. Осен, осен. У меня здесь смотрите, что такое богатство. Это дядька насобирал яблочек. Громадины вот такие пахнут. Буду варить повидел с них. Сегодня буду резать синевые вам чуть-чуть. У кого уже нету цветочков на улице. Розочка собирается идти. Собирается. Ну, давай. Поворачиваются. Растушкиный базилик. Как затронешь, такой запах. Мята. Мята цветет. Я не убираю цветочки. Пусть, думаю, будут. Ой, как затронет. О, такой запашок прям. Умничка моя. Такая уже уставшая. Уставшая от жизни. Помятая жизнью. Но все-таки травка у меня даже растет. Ой, ой. А тут положим так. А это укропчик, видите? Ай, растет. Искала ракурс, чтобы встать. Чтобы цветушки было видно. Доброго времени суток, дорогие друзья. Здравствуйте, прекрасные люди. Ну, что сегодня в этом видео? Даже не знаю, что соберу. Но немножко о хандрище поговорим, да? Чуть-чуть поясню, что за хандрище такая осенняя. Ну, я думаю, практически у всех сейчас на осень, да? На переход что-то есть. Умение какое-то небольшое. Хотя нельзя, это грех. Ну, ничего. Разгоняем. Девчонки, разгоняем. Сейчас, может быть, то, что я вам буду показывать, покажу кое-что. Небольшое, уже законченное мною дело. Чем именно в вязании я разогнала хандрищу, да? Потому что уже стояние дел прям началось, да? Нежелание продвигать что-то. Ну, то, что начато. А нужно было закончить побыстрее кардиган дочи. Я его еще не закончила, так как была занята гонением хандрища, да? Но это тоже благое дело. Это дело я буду потихонечку еще продвигать. Сейчас вам вставлю, сперва покажу, что будет еще впереди, да? А внуча попросила, смотря на мою работу, разгоняемую хандрища, да? И потом покажу, с чем я разгоняла. Ну, а яблочки, это у меня есть на канале, если в этом видео не покажу, что кому-то срочно нужно, как я... Я в кастрюле, все по-старому, все по привычке, да? Как я говорила, я человек привычка ходячая. В кастрюльке, как я делала всегда, повидло. Сливовое повидло у меня до сих пор еще есть, вот. А яблочное в первую очередь уходит из этих яблок. Я буду опять делать повидло яблочное, хорошее. Как холодечек трясущийся, когда отстоится и остынет, да? Я еще раз потом сниму. Потом, а может быть, и в это видео вставлю. Я даже не знаю. Ну, все, поехали. Смотрите, девчули. Я вытащила голубенькую, да? Знала, что вперед покупала на носки какую-то пряжу, но не знала какую. Уже забыла, потому что память-то. Все. Все. Ну, еще не все, но частично. И полезла, да, от дроп. Смотрите. Это альпака. Он у меня один сиротинушка, который я забирала. Эта внучечка меня попросила. Голубые бабы носочки сделай там с белым рисунком. Но это потом. Не буду, да, наперед говорить. Потому что покажу вам красоту красивую, которую я связала для своих глаз. Которую мне дала толчок из моей вязальной именно хандрищи, да? И пошло дело. Вот. Но полезла. И смотрите. Цвет идентичный, да? Смотрите, только что альпака. Альпака. Вот такая вот. Видите? Пушочек. Да? Это вот стопроцентная альпака. А это тоже дропснорт. Да? Пушок уже не такой сильно лохматючечный. Но вот разница. Смотрите. Тут как. И тут как. Так. Он тоже есть пушок, но не очень. И... Вот как? Вот как? Он мне вообще не дает ничего делать. И как только присяду на кресло. Вот он. Ну, он всегда рядом. Но именно на кресло присяду вязать. Все. Вообще ничего не дает. А это норд, да? Дропс. И... Я показывала, что здесь 45 альпака, да? Есть. 30 полиамид и 25 шерсть. Прекрасная пряжа, мне кажется, на носочки. Только что она тонюсенькая, конечно, да? И это тоже тонюсенькая. Вот. И... Я посмотрела. У меня две норд вот голубенькие такие нежные есть. Нежнятинка, да? И я, конечно же, буду сделать со стопроцентной альпакой. Вот этот вот. В плиту ее. Ну, хотела... Для себя открытие прям, смотрите. Хотя на телефоне, вот я сейчас смотрю, вот этот немножко потемнее. А так глазами я смотрю. Или я слепошара. Хе-хе. Ну, слепошара, но не до такой степени. Ну, вот телефон, он больше покажет, да? Смотрите, вот этот чуть-чуть потемнее. Это чуть-чуть побелесее. Если вот так вот положить. Но все равно, да? Чуть-чуть отличие. Вот так практически идентичное, да? Идентичный цвет. Похоже. Вон шо. Ну и вот. Моя цветовая красота. Валюша, посмотри. Листочки твои. Которые у меня просто с головой не вылазили. Глава забеременела этими листочками. И хотелось начать побыстрее. И вывязать где-нибудь их. Теперь буду в носочках для вночи тоже повторять. Голубое с белым она попросила. Чтобы листочки были беленькие. Ну и вот этот желтый цвет. Который мне нужен. Конечно, один в один я не повторила. Хотя получится в другом цвете в ночь вязать. Именно только листочки белым вывязать. И все. Она попросила, да? А чтобы были голубенькие носочки. А в этих носках, вот как душа пела. Да? Как душа прям пела. Так меня и несло. Хотя один носок довязала. И здесь мысок или как говорят носок. Да? Я сделала просто коричневым. Потом, когда второй начал носок вязать. Да? Я... Пятка была однозначно такая. И когда второй носок вывязывала. И мне торкнуло, что вот так надо. Как и пятку. И потушено получается. И... Ну... Как мне на душу... На душу легло так красивее. И тогда я второй носок тоже... Распустила эту часть. И связала. Так же как и в этом, да? Или наоборот. Не помню где какой. Хочу сказать за желтый цвет, да? За... Пришлось вязать в две нитки, да? Потому что ниточки тоненькие. Носочек хочется потушу. Он и так не сильно-то толстый получился, да? Но все равно, чтобы теплышко было. А... На зиму я хочу... И я вообще люблю, чтобы... Как говорят сейчас? Погалино, да? У нас всегда говорили голяшка. Вот чтобы эта голяшка была высокая. Прям так всегда мне хочется. А так как я планировала еще вязать носки с... И начинала, а потом распустила с рюшечкой такой вот, да? Вот здесь, чтобы шла такая рюшечка. Вот. Их я решила... Они, мне кажется, на длинном носке не смотрятся. Ну, для меня, ну, не легло на душу, да? И я решила, что потом, к весне, а может быть и раньше, я начну покороче носочки вязать, да? Чтобы пагалинок или голяшка были хотя бы вот такие только. Это уже ближе туда, к весне, да? Чтобы носить. И тогда будет с рюшей. Вот. А на высокие, ну, как-то... Знаете, у меня сравнение сразу в голове произошло, как раньше были панталоны. Да? У женщин панталоны. А может, у мужчин тоже. Да, и у мужчин тоже. И снизу с рюшами, да? Вот на коротком носке пагалинки я вижу эту... Валюшу, да? А на высоком я не вижу ее. Потому что у меня сравнение сразу идет, да? Ассоциация с панталонами женскими. Вот. Валюша, тебя хочу еще раз поблагодарить за такой листочек, который упал мне на душу. Прям вот. Вот прям упал. И все. Я прям заболела им. И я теперь буду этот рисуночек повторять, пока мне не надоест. Везде, да? В носках буду совать его. Благодарю тебя от души и от сердца. Канал называется... Я сейчас вот здесь напишу, да? Будет написано, как по-украински называется канал Валюши. Где у нее в сообществе выставлен этот рисунок. Я с ней предварительно... Мы писались в комментариях. Там все могут их прочитать. Мы пишемся всегда поэмами. Вот. И... Она сказала, что да. Ну, не прямо сказала, что да. Ну, мы там поговорили, что многие цепляются за язык, да? Что перевести надо. Но люди, которые хотят прицепиться, да, они всегда найдут за что. Вот. Это мое мнение. Всегда так было. А если даже не за что они придумают, за что прицепиться. Тем более сейчас вот эта обстановка, да? Все. Об этом не будем. Но у Валюши просто стоит схема в сообществе. Можете зайти и посмотреть, да? Я себе эту схему тоже распечатала. Просто сохранила себе на телефон, да? Потом распечатала на... По-русски принтер, наверное, называется, да? И все. И она со мной эта схема. И я очень-очень тебя благодарю. Правда. Ну, вот. Такое бывает, что в определенный период, да, какой-то рисунок или какой-то ажур или жаккар, да, он вот тебе прям вот ложится так на душу, что вот прям надо его вывязать, надо его там нарисовать, надо его иметь где-то перед глазами, чтобы душа успокоилась, да, и душа радовалась. И когда я один носок связала и второй только начала, да, я этот носок вот прям ложила везде. На столе, да, или вот здесь. И прям вот хожу и глазом цепляюсь и радуюсь, как дитя, правда. Радовалась, как дитя. Правда, правда. Так что большое-большое тебе спасибо. Вот. Еще в очередной раз. Так что заходите. Вы прочитали. По-моему, называется творимо красу. По-моему, так. Вот. Она у меня в подписках тоже есть во душе. Вот. И только что вот после стирки, да, я видела, что вода покрасилась вот этой желтой, коричневая, нет. Она не красит. И вот даже видно, видите. Вот это вот, так как это стопроцентный меринос желтая, да, она вот этот пушок свой, вот немножко дала как, как будто типа покрасила, но это не покрасила, а вот этот пушок выходит, да, желтый. И немножко как будто бы как дает седину, да, на коричневатость вот эту вот. Вот. Ну, это все. Все это мелочи. Это все мелочи. Так что вот такие носки у меня получились. И это не конец. Теперь пойдет серия. Я хотела сразу теперь еще в одной вариации сделать, да, с этими же листочками. Взрослые тоже носки. Но так как внуча сказала, что да, баба вяжи из вот этой вот пряжи, да, вот я положила одну норт. Вот. Вы уже посмотрели, да, я там показала и альпака. Я их смешаю. И беленькие вот от Carisma будут как раз в две нити этих тонких, да, будет подходить вот это вот потолще белое. И листочки будут белыми просто без, без никого больше, да, без вот этого творчества, как я здесь натворила. Вот. А красная лежит, надо начинать прям вот срочным делом, не успеть до бабулечкиного дня рождения, связать ей красную шапку все-таки. Та шапка, которую я отдала и забыла сфотографировать. Но теперь попрошу, может быть, тетка все-таки сфотографировать для одноклассников и для инстаграма. Просто по хвостушке, да. Ну и как для себя, да, потом я захожу и там смотрю, что же я творила. Потому что забываю уже что, чего, когда. Вот. Для себя даже больше. И та шапка пошла, как я и говорила, темноватая. Она ее оставила, ей понравилось, но 50-50. Вот. И когда тетка ей сказала, что я выписала еще красную, прям яркую пряжу. И если ей та не очень, то, значит, я начинаю с красной. Она сказала, и чего она не начинает? Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Все. Начинаю. Берусь и вяжу. У нее 30 сентября день рождения. И я, дай бог, успею. Но если не успею, ничего страшного там на пару дней, да. И она хочет еще на данный момент с розочкой сбоку. Я хотела рисунок вывязывать косами шапку. Вот. Потому что она хочет видеть, как сказать, на шапке. Хочет видеть рисунок помощнее, побольше, да. Чтобы его прям хорошо было видно. Потому что на той шапке из той пряжи рисунок как-то не очень его разглядишь, да. Вот. И я хотела косами, но я даже не знаю как. Я розочку вывяжу. Вот. Я ее нажигулю сбоку. Если бабулю будет косами шапка устраивать еще и с розочкой сбоку. Значит все нормально будет. Я вам, конечно же, потом покажу, да. А если ей это будет не понравится. Будет не понравится. Будем посмотреть. То, значит, просто на жигулиную там тетка снимет и все. Так что будет такая съемная розочка, да. Теперь кардиган весь разворачивать не буду. Я закончила низ. Уже набрала вот один в руках. Сейчас возьмусь в руках и в самую последнюю очередь горловину потом буду делать. И смотрите, что получается у нас у меня. Видите отличия? Вот те 10 мотков, которыми я вязала, которые у меня были еще с зимы пряжа, да. Это лежало. И 10 таких же я до выписала. И смотрите, различия видно. Вот так вот я смотрю. Мне сильнее видно, чем на телефоне. Хотя вот, вот, вот так видно мне. Но я надеюсь на то, что и рукава будут, да, такими же. Ну, что это переход? Ну, ничего страшного, я считаю. Да. Не сильное отличие. И мне кажется, когда я ее постираю, уже не так будет заметно. Потому что горловина будет такая же, рукава такие же, да. Поэтому не так сильно будет кидаться, во-первых, в глаза. А во-вторых, ну, и это где-то своя даже, мне кажется, изюма будет. Какая-то изюминка, да. Закрывала я здесь, как всегда, своим деревенским методом, бабушкиным методом. Да, вот еще ниточки тоже по ней поубирала. Вот, потом уже все доубираю. И бабушкин просто простой метод. Вот. Ну, не люблю я всякие выкрутаться. Она тоже сейчас резинка пока смотрится, как волнообразная. Ну, когда она постирается, это всегда так. Когда она постирается. На рукавах и на горловине буду точно так же делать. Вот. Такая просто, такой деревенский кардиган. Хотя, кардиган, да. Вот такой вот. Ну, а что? Ну, почему нет? Я думаю, что все нормально. Вот. Рукава, не знаю даже. Я сейчас набрала, ряд провязала. И, не знаю, она придет. Рукава тоже, видите, не от начала будут такими, да. Вот здесь вот продляться. Поэтому это типа так было и задумано. Ну, я думаю, постирается она уже не так сильно будет видно. Вот. Смотрите. Или как будто так типа было и задумано. Вот так вот уже практически и не видно. Даже я смотрю. Да. Тоже так же, как на телефоне. Практически и не видно. А если кому будет видно, то так и было задумано. Вот. Вот. Ну, ничего не попишешь, да. Вот так-то вот. Ну, наверное, на этом все. Уже накалякала вам. Сейчас, наверное, про свою хандрищу еще скажу. И на этом все. За хандрищу, за свою скажу, да. У кого возникает вопрос. Потому что я от одного, нет, от двух человек услышала, да. Этот вопрос. Что почему? Из-за чего? Ну, из-за того, что, ну, то, что происходит в доме, да. Есть такой человек, который мне, конечно, пенделя такого дал. Очередного пенделя, который... От которого моя душа сотряслась, да. Сызнова и вновь. Это все забытое старое. Вернее, даже не забытое, его не забыдешь. Это другое. Это жизненное хандрища. А то, что в вязании, да, оно тоже переложилось. Потому что, ну, просто резкий. Вот лето. Я не знаю. У вас, девчонки, так есть такое ощущение? У кого так же было, да. У всех по климату разное. Но мне кажется, в этом году практически у всех было немножко переменное, да. Изменения какие-то. У нас, например, жара там где-то попрохладнее. Потом у них жара у нас попрохладнее. Но если, в общем, взять, подвести, да, то вот эта жара, 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 да. Не успели от жары очухаться и вам ба-бах резко. Извините, кто напугался. Прямо так. Ха! Ха! И как... Как в кино это... Как ее... Гурченко, Гурченко в любовь и голуби, да. Ха! Ха-ха-ха. 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 С одной из девочек у нас такое мнение о обеих. Вот. Что бы мозги еще можно было постирать и засунуть. И они были бы чистые и с нуля бы начать. Ха-ха. Ха-ха. Как бы неплохо. Вот. Но... Резко. У нас правда. Ну, прямо резко. Прям вот просыпаемся. Во. И сразу не осень, да. Не такая вот, что постепенно переходящая, а прям осень осенняя. Пряма уже ближе к зиме. Прямо зимняя осень. Понимаете. И вот вчера вообще был такой холод, такой холод. прям вот все но куртки одевать моя дочь уже второе утро выходит в куртке в теплой в зимние куртки вот потому что холодно по утрам вообще сильно холодно но вчера весь день такой был леденящий душу холод леденящий душу потому что ну от всего этого душа и так уже леденеет хандреет вот вот что вот так да а перед этим еще прежде чем наступить холоду представьте еще жара захожу в норму магазин но я уже где-то видео говорила да а у нас уже выставили зимние продукты но у нас германия кто живет все знают да и я все видео как тоже говорила продукция есть которую выставляет специальная вот например на рождество да на пасху только вот к этим праздником она выставляется потом она уходит до исчезает я захожу еще жара а уже уже появилось чувство что как-то лето как-то вроде бы заметно а в то же время ну совсем незаметно прошло да вот это жара 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 и не даже не дало перед передохнуть как кажется да вот просто вот в тепле покупаться до в тепле просто приятности побыть до какой-то и захожу магазин а тут эта продукция к рождеству и у меня прям шок вот с этого момента прям все пошло да и тут еще холод наверх да и ну такое шок и удивление что уже в сентябре в начале сентября уже эту продукцию выставили у нас конечно заранее задолго начинают да но у нас на хэллоуин еще не выставили продукцию ее должны были вперед выставить да потом уже к рождеству той продукции еще нету а рождество уже наступает я так прям с обидой огур товарищи я еще как-то лето не прочувствовал вы куда торопитесь вы куда вам зачем вот это все надо так быстро для чего вы и так с нами природа до отвечает нам тем чем мы вообще все люди до всего мира вытворяем ну да и мы вытворяем простой народ и правительство чего творит да ну а как то это а зачем вы еще продукцию выставили в начале сентября и декабрьскую и прям так что-то я приуныла так мне прям скучно и нехорошо стало да а потом когда стала брать свои доминошки любимые доминоштейны да и стала смотреть на срок годности а и потом так себя успокаиваю все успокойся успокойся это первый раз за 13 лет что я здесь живу это первый раз вот так вот я так смотрю и думаю ага эта продукция стоит до срок годности до 23 05 ответ до 23 года 05 месяца да а думаю наверное у них сильно много в лагере осталось до на складе это что она уже 05 срок подходит они поэтому решили пораньше положить рад порадовать нас вот ну думаю ладно успокойся это и поэтому несколько дней проходит я в ревы чаще захожу да да в ревы левая кто как называет я смотрю там все это через склады вот эти свои палеты да и в них стоит вся продукция к рождеству и я прям так стало и пойти не могу дальше по магазин его то вы чё с ума сошли что ли? Ну, вы что? Болезнь, она передается, что ли, так быстро? Она действительно передается. Ну, вот смотрите, ну, зачем вы это так? Да не обращайте, я не кофту кинула, я когда на балкон выхожу, потому что у меня сейчас осенье уже началось вот сыпь, да, но это еще не то, а то, что тройничные нервы. И так как у меня плечо правое, оно больное, да, и на балкон, чтобы я не забывала кофту одевать, хоть оно и вот сегодня, да, солнце такое подгревает, но ветерок прям вот хороший такой, хорошо прохладненький, из-под тишковой такой, да, и я кофту, чтобы я не забывала все время ее, сама для себя, напоминалочка, да, лежит она у меня. Вот, потому что и ребра, да, ну, это, как говорят еще, межреберная неврология, ну, это вам все не надо, ну, я просто объяснить, да, почему она тут лежит. Визит, лежит, валяется. Как кинула, так и валяется себе. Я только выходила, белье трясла, постельное. Вот, и представляете, еврея вы уже выставили. Ну, что вы делаете? И вот тут меня совсем накрыло. Тут меня крышкой-то и накрыло, да? Ну, вы совсем, что ли, люди? Ну, зачем? Ну, елки-палки. Ну, что-то вот как-то, как-то вот, ну, ну, так нельзя. Ну, зачем у нас так больных людей на голову? Совсем. Нельзя. Я не хочу даже в магазины те лишние раз, правда. Я когда вижу теперь эту продукцию и там, и тут, вообще не хочу. Я иду в те магазины, вон, где, как в Нануна, на себе вот взяла, да, этих лисичку, белочку, вот это яблочки. Вот, это, вот, это вот сезонная продукция, то, что сейчас должно быть к Хэллоуину, да, тыквочки там. Для детей сладости, все с тыквами, с этими хексами, да, ну, с ведьмами, с бабаешками, там, вот это все. Ну, мы уже знаем, да, и у нас уже глаз привыкает, душа уже знает, как, чего должно по плану идти, да, по порядку, а так как я вообще человек такой, что мне все надо по полочкам, все как должно быть вот так. И когда что-то выбивается, все, я, я, я вся выбиваюсь, понимаете? Я вся выбиваюсь. И тут такой раскардаш. Не было к Хэллоуину, нате вам к Рождеству. Вот. Ну, как тут не приуноешь, ну, как тут не прихандришься, да? Ну, что же вы с нами делаете? Я не знаю, люди, которые работают, им вообще пофиг, что ли? У них нет души, у них нет хандры вот этой вот осенней, да? Не знаю. Мы все люди разные, да? Ну вот, как-то вот так не весело, да? Цветы я свои эти, скажите же, забыла. Выкинула уже, которые были красненькие, фиолетовенькие. Помнила же? Забыла. В общем, все, они прям совсем приуныли, да? Еще цветочки цвели, а трава прям вся, все желтая, прям как будто высохла, да? Ну, сам этот стволик, на котором они держались, цветочки, цветочки бы еще подцвели, там были соцветия. Но я когда видела вот это вот, да, и тут на мою еще хандрищу вот это вот накладывается, смотреть на них, как они там жохнут и сохнут, да? Ну, сухое что-то видела. Ну, не, не. Я пошла, я говорю, извините, конечно. Я прошу прощения. Вот. Но я вас удалю от своих глаз, да? В общем, вот так вот, да? Мои хорошие. Вот это вот происходит, да? Но сейчас я в вязании хорошо прям себя толканула, да? Вот этот толчок и вам советую, да? И вот глазик прямой цепляется за эту желтизну, да? И вот лежу, лежу, ложу везде, где хожу. И вот это вот, да? И факт то, что вот это вот, да, я сделала эти листочки. Еще раз благодарю тебя, Валюша, от души и от сердца, правда. Я наконец-то их внедрила и еще буду внедрять. Вот. Моя внуча тоже, когда увидела, я же вижу, она, ой, баба, я тоже такие листочки хочу, такой беленький на голубом. Хорошо. Будет беленький на голубом. Вот. И я их вот просто даже, мне носить не надо, у меня есть что носить. А вот положить, и пусть глазик радуется. Вот сколько ему надо будет, да, глазику, связанному с душой, и души моей. Вот столько они будут лежать и меня радовать. Вот. Ну, на этом все. Не буду вставлять, да, как я буду повидло варить. Сейчас пойду яблоки резать. Вот. И повидло делать. У меня видео есть. Если хотите, не хотите ждать, хотите посмотреть, то оно в плейлисте, в плейлисте, там, где рецепт, рецепты сладкой выпечки, по-моему, называется. Оно все, что сладкое, да, оно там есть. И сливовое повидлое я тоже варила там. Я его хорошо-хорошо увариваю, да. Это, это я все время делала, часто, вот. И теперь кое-кого еще и научила этому делать, да, который человек не мог это делать, но я сказала, как делать. Вот. Его надо просто уваривать. В кастрюле, конечно, неудобно то, что оно стреляет, да, но я крышкой накрываю, не полностью надо накрывать, но это я потом все, да, я все покажу, все расскажу, если надо. Потому что я сама любитель повидла не так поесть, да, а я обожаю рулет с повидлом. Вот как раньше было, да, у нас в кулинарках продавалось при Советском Союзе рулет с повидлом, именно яблочным. И поэтому желание покушать толкает на то, чтобы сделать. Вот. И я всегда делала это яблочное повидло для того, чтобы потом испечь рулет и сделать. Да, рулет, кстати, тоже просто, быстро, без разделения белков на желтки. Тоже есть у меня и все скатывается, не трескается, я все показываю подробно. Тоже есть в этом же плейлисте, поищите. Просто видео уже много, там, ну, вы найдете рулет. бисквитный рулет, по-моему, называется, видео. Там много всего. Когда я буду печь, я сперва повидло сварю, когда буду в очередной раз печь, и, может быть, для бабулечки спеку рулет, да, потому что он мягенький. Если у нее будет желание, то я спеку и ей. Но для себя я все равно буду печь. У меня дочь с клубничным вареньем, да, я ее смазываю, она ест. А я не люблю рулет с кремами, со всем вот этим, да, это для тортов. Это для тортов. А рулет именно я делаю с повидлом. Доча с клубничным, себе с яблочным. И когда он полежит, еще, знаете, повидло, оно потом само, хоть оно густое получается, потом все равно сок немножко пропитает поверхность рулетика. Ой, сейчас слюнями задавлюсь. Честно. Проглочу. А когда пропитается, полежит еще. О, все. Держите меня семеро. Потом никто не остановит никаким словом диета и что ты жирная, и что тебе надо воздержаться. Идите все в баню. Ну или ну в баню тазики пинать. Не надо мне ничего. у меня так хорошо. И все. Все, ладно, заканчиваю свою демагогию. Все вам показала видео, чтобы сильно здоровым не получалось. Да, оно и так немаленькое. В общем, вот какие дела, делишки. На этом все. Всем всего самого-самого прекрасного. Будьте все Господом хранимы. нет, будьте все Богом хранимы. Нет, не так. Поскладнее, чтобы получилось, да. Господа вам в помощь. Пусть Господь вас всех хранит, оберегает, защищает и помогает вам. Вот. И дает вам все, чего у вас нету. Вот. И ничего не отбирая. Но Господь в принципе и не отбирает. не Господь отбирает, а мы сами у себя отбираем посредством своего злого языка, ярости, на языке и в уме, да, то, что мы задумываем. Ну, это надо знать, да. Это надо знать. Мы же взрослые уже люди, да. Ну, взрослые, чтобы понимать, что в этом мире все взаимосвязано. Понесешь добро, добро вернется. Понесешь ярость, ярость вернется. Пусть даже не тебе самому, но в твою семью, твоим животным, твоим детям, твоим внукам, да, это вернется. Но мы же взрослые люди, да, и тем более мы женщины, которые родили этих детей, да, воспитывали, подымали, которые хотим только лучшее своим детям и своим внукам. И мы же своим языком будем нести им же горе, но я считаю это глупость уже и тупость человеческая, да, поэтому я вам говорю и себе это говорю лишний раз, да, себе лишний раз напоминаю, что Христина батька, она со Снежаной Казахстаном, успокойтесь, не несите, когда есть желание, а появляется иногда желание, знаете, но вот сейчас сглотните всю эту ярость благородную, и вперед по жизни, так что вот так, мирного вам всем неба над головой, будьте здоровы, счастливы, живите в добре и в радости, любите друг друга, ну или хотя бы уважайте, хотя бы уважайте, знайте, что каждый человек имеет свое мнение, свое желание, да, но выходя в социум, вот здесь, вот в своей квартире, в своем доме, желайте, чего хотите, имейте мнение, высказывайте, какое у вас есть, да, но когда вы выходите в социум, знайте, что там каждый человек, проходящий мимо вас или стоящий возле вас, имеет такое, какое-то свое, другое желание и мнение, да, и неужели, если мы будем каждый раз драться с дракой, да, доказывать свое мнение, что это только так должно быть, тот будет отвечать с дракой точно так же, и происходит то, что происходит сейчас во всем мире, да, и оно давно уже происходит, то там, то сям, а сейчас прям вот весь мир сошел с ума, и только поэтому, дорогие мои, только поэтому он и сошел с ума, потому что каждый считает, что только его желание, только его мнение правильное, и он с дракой, с кулаками его доказывает, понимаете, а мы должны слышать друг друга, уважать друг друга, все, наумничала, люблю, ценю, и уважаю, Бога вам всем помощь, пока-пока, пыс-пыс, как всегда, извините, там шумит, духовка у меня маленькая, которая поменьше, чем большая, да, от плиты, поставила пиццу, дочери, еще сделать, сейчас придется школа, сейчас придется школа, сейчас, в общем, сейчас я вставлю еще ролики, которые, Аня, тоже тебе очень-очень благодарна, я ее уже благодарила, посмотрите, был в воскресенье праздник у нас на, в парке, который я вам проходил, проходя к дочи в школу, да, показывала уже, кто видел эти видео, уже несколько раз, в этом парке в воскресенье проходил праздник, я не знаю, к чему, но думаю, может быть, то ли НТФС, да, то праздник урожая у нас должен был бы быть к 10 сентября, но его не было здесь на Альтмарсане, как всегда он был, а только последних два года не был, да, из-за болячки-то этой, созданными руками человека, в этом году должен был бы быть, но почему-то не случился, то ли это был праздник, сейчас начался, да, Октоберфест уже в сентябре он начался, да, то есть праздник, пивной праздник, короче, алкашеский праздник, вот, я не знаю, к чему, но там карусельки кое-какие выставляли, в общем, все увидите, кусочки видео, которые мне Анюта предоставила, я их тоже вставлю, и посмотрите, там вел весь этот праздник, да, участвовал, пел, мужчина, теперь я забыла, как его зовут, я тоже напишу, ну, Виктор Баун, этот человек с нашей бывшей Кальчатарской области, из Казахстана, то есть соотечественник мой, да, он пел песни на русском языке и на немецком, вот, посмотрите, праздник проходил, да, кусочки, Аня нам предоставила, благодарю еще раз тебя, Аниточка, спасатель мой, все, смотрите, Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо. Да, я видел его молодым мужчиной. Я был очень рад, что он делает, что он делает. Я люблю тебя, Пютер. Я очень рада, что я очень рада, что Пютер сегодня на сцене, что мы с нами вместе с нашим шоумом. Кошман! Аплодисменты! Пютер! Спасибо! И теперь для вас еще один из двух фантастических, новых встреч! Играет музыка. 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 Играет музыка.